ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как-то такую концертную политику, что мы выбрали лет 15 назад, что вот какими-то небольшими выступлениями, какими-то корпоративами, где-то что-то еще. А так, чтобы действительно концерты давно не было. И, честно говоря, очень приятно, потому что, во-первых, я не первый раз уже в Боксарах, далеко не первый раз. И по моим воспоминаниям еще из тех лет, когда мы были, очень красивый город. А сейчас у Нью-Йоркского проекта посмотрели, что он стал еще красивее. Просто я очень надеюсь, что у нас будет время прогуляться по набережной и посмотреть, что же такого нового построили, как преобразили город. Потому что город действительно еще, посмотрите, очень красивый. Я еще помню, еще с тех лет, когда мы были. А когда последний раз были? Вспомните, примерно. Мне кажется, лет 20 назад. Ух, тогда вам действительно стоит что посмотреть. Я догадываюсь. Скажите, а вот за окном осень. Время года как у вас? Если честно, осень я не очень люблю. Потому что это, я так думаю, наверное, какие-то у меня ассоциации еще с тех детских лет, когда заканчивалось лето, и нужно было идти в школу. Школу я не очень любила. Не очень любила в школу ходить. И вообще я, в принципе, очень лето люблю. И как-то вот, когда все уедает, когда заканчивается, там уже август, за окном сентябрь, как-то так становится грустно сразу. Но, честно, тоже ехали мы из Южкоролы сегодня, я смотрела в окно, очень красиво. Несмотря на то, что грустная какая-то такая пора, для меня, по крайней мере, но действительно очень красивая. Какие-то невероятные просто окрасы идет такой природы. Желтое все, красное. Просто какое-то такое вот неожиданное все это. Ну, действительно, грустная пора, но красивая. Грустная пора. А песни тоже будут грустные сегодня? И грустные будут, и негрустные, и всякие. У нас такая, я поняла, проблема сложилась, что никогда раньше не было, что нужно... Песни, мы каждый год что-то пишем, и что-то получается очень яркое даже, слава богу. А нужно как-то в программу... То есть все втиснуть не получится. Все, что бы я хотела спеть. Ну, нужно, конечно, так, чтобы и что-то новенькое было, и старенькое что-то. И вот это такая была проблема, чтобы все вот это вот поместилось. Ну, мне кажется, что мы справились, потому что... Судя по тому, что уже там вот несколько концертов было, по-моему, в общем, достаточно удачно. Мне так показалось. А немножко все-таки, что сегодня зрители ждет? Будут подпевать старым песням, или, может быть, будет больше новых композиций? Ну, вот, наверное, если говорить... Если мы там... Ну, я не помню, лет 20, наверное, мы были в Чебоксарах, то в того времени, наверное, будет только песни три. А все остальное уже мы будем исполнять впервые. Что-то услышать впервые вообще, я так думаю. Ну, и подпевать, конечно, тоже, конечно, будут. Но я вообще приехала не одна со мной, еще замечательная певица Катя Ростовцева, которая тоже очень хорошую программу подготовила. Поэтому будет что посмотреть и послушать. Торопитесь, торопитесь, билетов мало осталось. Покупайте, приходите на концерт. Да, правда, будет весело, вот я вам точно могу сказать. Никогда не хотели в фильме сняться? Хотела. Сейчас такая вот замечательная реплика, как старская. Хотела, но я так думаю, что актриса, я так себе. Но, тем не менее, вы активно снимаетесь. Вот недавно последний клип «Монеточки» вы видели, появились в таком. Это же не кино, это так. Ну, понятно, но тем не менее. Я в основном в роли Камео, ну, вернее, как это, роль Камео, когда ты сам себя изображаешь, это такая ненастоящая роль. А когда вот перевоплотиться, то это, наверное, достаточно сложно. Хотя у меня была роль в телевизионном фильме, где я играла редактора какого-то журнала, по-моему, давно это тоже было. То есть не сам у себя, по крайней мере. Хорошо, а фильмы какие вы любите? Какие смотрите? Вообще удается? Очень люблю старые фильмы. Советские? 30-е годы, советские, да. 50-е, такие вот прям вот. Как-то, не знаю, может быть, конечно, намного там наивного и, может быть, даже и неправда, но мне нравилось, как это снято, как операторская работа, свет, постановка света, ну, как-то вот, как картинка интересная. И современных, честно говоря, российских фильмов я даже ничего не смогу сказать, чтобы мне понравилось. Я, честно говоря, их особо как-то и не смотрю. То есть в кино вы не ходите? Хожу на всякие импортные фильмы, да. А вот эти вот тусовки, вот эти вот встречи вы как? Часто посещаете? Нет, не часто, только если нужно по работе. Я очень люблю встречи со своими друзьями, одноклассниками. Действительно можно что-то повспоминать, повеселиться, оторваться, когда ты чувствуешь себя тем, кто ты есть, и пообщаться с друзьями. Не скажу, что мы давно не виделись, потому что мы встречаемся регулярно. И есть у меня не так много, но есть друзей, таких близких, с которыми мы просто можем где-то посидеть в кафе, не знаю, поговорить. Ну, вы достаточно часто появляетесь на экранах в разных телешоу, участвуете очень, такое ощущение, что не боитесь ничего. Вот есть какое-то экстремальное шоу, где вы вообще вот никогда его участие точно не примете? Да, знаете, я отказалась от «Последнего героя» несколько раз, отказывалась, был такой проект, отказалась после того, как я один раз съездила, отказалась от «Большие гонки», тоже такая была передача, потом «Ростоки игры». Я просто знаю, что на «Большие гонки» я сейчас не смотрела никогда так подробно, мне казалось, ну, там все весело, ничего подобного, там действительно страшно. Я вообще, в принципе, трусиха. Я всего боюсь, высоты, глубины, темноты, вообще все, что есть, всего боюсь. А там нужно было, в общем, пройти такие испытания, но если я приехала, отказываться тоже не могу, я тут чекатыстный. И поэтому в следующий раз, когда меня позвали, потому что я выполнила все, что надо, там, с криками, даже нецензурными иногда было, то я решила, что нет, я лучше откажусь, потому что, ну, для меня это было действительно экстремально очень, а я экстремию очень, честно говоря, люблю. Ну, вы очень часто признаете, что вы на внешность такая белая, пушистая, а характер уго-го, с чем это связано, значит... Не знаю, так получилось. Это жизнь заставила? Нет, я думаю, я родилась такая, как бы из силы воли, там, с каким-то вот таким внутренним стяжнем. На самом деле это очень здорово, потому что, я считаю, повезло мне в этом, я немножко ленивая, вот это плохо. И сцены немножко, боюсь, это тоже очень плохо для артиста, но благодаря черте характера, который у меня есть, я, в общем, наверное, смогла что-то добиться, потому что, если бы этого не было, то ничего бы вообще не было, наверное, на жизни. Хорошо. И всегда очень интересно зрителям, ну, вот иногда спрашивают, как артист готовится к выходу на сцену, как вы готовитесь к концерту, вот у вас переезды, перелеты, то есть вы в таком режиме находитесь. Что нужно, чтобы выйти за кулисы и сразу расположить зрителям? Нужно настроиться на позитив, на хорошее восприятие публики. Ну, просто в любом случае, даже если там у нас какие-то бывают, ну, не стычки, конечно, там, а, не знаю, такие микро, даже не конфликти, как это назвать, разногласия, там, по звуку, там, еще почему-то, как-то все равно себя стряхнуть и просто готовиться к тому, что все будет хорошо, замечательное настроение, и тогда действительно все будет хорошо. Ну, вот именно просто себя настроить на положительные какие-то эмоции. А вообще, вы знаете, у нас, мы уже столько лет работаем вместе, и мы уже друг друга понимаем с полуслова, и когда, вот когда какие-то новые песни, да, там, как-то волнение такое, когда уже ты там песню, ну, несколько лет поешь и играешь на сцене, ну, да, вместе с ребятами, ребята играют, я пою, то мы там по жестам, там, какие-то что-то уже там, пока, там, не знаю, как-то что-то где-то уже друг друга понимаем, ну, действительно, не знаю, за один момент. Поэтому волнение только, наверное, есть так, когда ты выходишь на сцену, вот этот барьер, он все равно, мне его не преодолеть никогда. Волнение вот это, оно будет всегда присутствовать. Но как только ты вышел на сцену, все, уже все хорошо, все нормально. Хорошо, а к нарядам как вы относитесь? Трепетно подбираете? То, в чем будете выступать? Ну, да, я стараюсь и схожу как бы еще из каких-то там, как мы будем ехать в автобусе долго, или там, или можно будет где-то повесить кофр, чтобы там не помялось, или как-то что-то. Естественно, подхожу как-то так, стараюсь внимательно к этому. Вы сами выбираете или у вас есть специально обученные люди? Нет, сама, сама всегда. Я слишком доверяю себе, хотя иногда я смотрю там на работу стилистов некоторых, мне нравится, но как-то... Ну, вообще, в принципе, я за столько лет привыкла сама доверять сама себе. Это, на самом деле, так плохо, потому что когда женщина может быть слабой и ведомой, позволить себе, это такое вообще просто блаженство и счастье. Но когда ты сам за себя постоянно, ну, я уже привыкла. К сожалению. Ну, Бог дал вам сыновей, наверное, все-таки в защиту. Вы чувствуете вот эту топору? Два крыла? Ну, старше скоро женится. Так. Я так думаю. Когда? Не знаю, но к этому все идет. Может быть, в Чувашии откроем тайну? Ну, нет, он просто... Просто созрел. К этому все идет, да, но пока не... Правда, не знаю. Младший еще маленький, но я хочу сказать, я чувствую все равно какую-то поддержку одних. И, в общем, это здорово. Я этим очень дорожу. Стараюсь сохранить это вот, потому что это действительно здорово. Уж как, там, как, знаете, мужа нет, а хоть сыновья помогают в чем-то. Ну, вы производите впечатление оптимистичного человека, такого, который наслаждается жизнью. Вы черпаете энергию откуда? От своих детей как раз? Или у вас внутри такой... Я вам верю. Я шучу, не знаю. Ну, надо, наверное, просто с опытом... Вернее, опыт приходит с возрастом, наверное. И просто... Я вот действительно честно признаюсь, что вот вы говорите, как вот там себя настраивать? Настраивать просто на положительный. Все, что не делается в жизни, это все к лучшему. Вот просто как-то себе как мантру какую-то в голову, в сознание вбить, и тогда действительно все будет хорошо. Я верю в то, что вселенная нас слышит, то, что мы вот какие-то посылы какой-то туда отдаем, и нам возвращается вот именно то, что мы туда донесем. Поэтому, что бы ни случилось, верю, правда, никогда это не делаю, просто забываю все время, что надо подойти к зеркалу, улыбнуться, правда. И тебе в ответ будет такая же улыбка от судьбы, от жизни, от встречи, от каких-то событий. Правда, ну вот просто забываю все время про это. Сама себе говорить и делать. Но верю, в то, что действительно будет так, если так делать. Здорово. Чебоксарский зритель очень добродушный, очень любит вас. Я знаю. Многие вас ждали сегодня, честно признаюсь, звонили, спрашивали. Сегодня в эфире обязательно у вас увидят. Давайте пригласим их на концерт, потому что осталось совсем немного. Да. И уже вечером мы встретимся. И, во-первых, осталось немного времени, осталось немного, я так понимаю, билетов свободных. Приходите, будет правда весело. Я вот вам обещаю, потому что мы этот концерт уже видели несколько раз, и я уже даже знаю, по какой схеме, по нарастающей все это будет происходить. Действительно будет очень здорово. Приходите, не пожалеете. Татьяна, спасибо большое на вашем концерте. Я думаю, сегодня будет просто аншлаг. Вас очень любят, ждут всегда в Чебоксарах. Приезжайте к нам еще, приходите к нам в студию, поболтаем. Спасибо. Спасибо с удовольствием. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова